Сегодня в Доме правительства состоялась 39-я сессия Народного собрания. Депутаты обсудили и приняли более 20 законопроектов и поправок. А наиболее важных из них смотрите в нашем репортаже. Первым голосованием депутаты назначили членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в связи со стечением срока полномочий предыдущего состава. Согласно внесённых изменений, больше не будут функционировать избирательные комиссии муниципальных образований. А их функции переданы в ведении территориальных комиссий. Отдельным законопроектом расширена категория граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Все мы знаем, что сегодня жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики остро нуждаются в помощи и поддержке. Поэтому мы этих лиц, которые сейчас обратились с ходатайством о получении признания беженцами, другие вопросы, связанные с миграцией, значит, чтобы эти граждане и их семьи имели право воспользоваться вот этой бесплатной юридической помощью на территории нашей республики. Этот закон у нас действует уже давно. Общий объём доходов республиканского бюджета в 2021 году составил 36 миллиардов 136 миллионов рублей. По словам министра финансов, в процессе исполнения бюджета с учётом безвозмездных поступлений с федерального бюджета и дополнительных собственных доходов, принятые бюджетные обязательства, которые были утверждены законом, были исполнены стопроцентно. Такая же динамика наблюдается и в первом квартале текущего года. В первом квартале 2022 года бюджет поступило доходов в общей сумме 8 миллиардов 394 миллиона рублей или 24% от плановых назначений. По налоговым и неналоговым доходам за первый квартал поступление сложилось в объёме 1,8 миллиардов рублей, это 24% от годовых плановых назначений. Здесь, в принципе, тоже по плану исполнения идёт. При условии, что у нас поступали более-менее равномерные доходы в бюджет, также осуществлялись расходные обязательства и доведение предельных объёмов финансирования до главных распорядителей в соответствии с заявками, представленными, без задержек. Также парламентарии заслушали и приняли отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования и отчёт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ещё в ряд республиканских законов депутаты внесли дополнение в связи с изменениями федерального законодательства. Мурат Шентьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия.